Статистика ДТП по вине водителей общественного транспорта растет. В этом году на территории Ленинского городского округа в таких авариях пострадали 10 человек. В связи с этим в муниципалитете сейчас проходят профилактические мероприятия по выявлению нарушений, которые могут привести к печальным последствиям. У нас распространенные нарушения водителей – это движение по обочинам, это проезды на кразы, запрещающие сигналы светофора. Во время движения часто очень они отвлекаются на мобильные телефоны, ну и прочее. Не предоставление преимущества в движении пешеходам. Последнее, кстати, происшествие было с ребенком в улице Советская, где водитель автобуса совершил наезд на ребенка. Правда, тот передвигался на самокате, но по пешеходному переходу. Операция «Автобус» включает в себя и техническую проверку общественного транспорта. Такие рейды инспекторы проводят на конечных остановках, чтобы охватить как можно больше автобусов и маршруток. Проверяем техническое состояние транспортных средств. Это световые приборы, наличие в салоне молотков для разбития окна в случае экстренного выхода пассажиров. Ну, если не дай бог аварии случится. Тахограф смотрим. И также проверяем внешний вид резины. Ну и документы, да, все, чтобы соответствовали? Какие должны быть у водителя автобуса документы? У водителя автобуса должно быть водительское удостоверение, как у всех водителей СТС. Это свидетельство транспортного средства. Полис ОСАГО. И путевой лист. Путевой лист отображается, во сколько он прошел медицинские осмотры и технический контроль перед выездом на линии транспортного средства. Проблемы с путевыми листами – самое распространенное нарушение. Зачастую они заполнены неправильно, а бывает, что у одного шофера их два. На одну дату для утренней и вечерней смен. Это не соблюдение закона о режиме отдыха. Карается штрафом. Но такие несознательные водители в меньшинстве. Проверка показала, большинство сотрудников компании-перевозчика заботятся о безопасности пассажиров. Мы же переводим людей. Обязательно это было справа, чтобы было. У вас все исправно, да? Да, все исправно. Операция «Автобус» в Ленинском городском округе продлится до конца месяца. А каждую пятницу инспекторы будут проверять техническое состояние общественного транспорта. Юлия Погасяна, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.